Всем привет! С вами Елена Максимова и сегодня мы будем шить вот такого замечательного зайчик. Но прежде чем мы приступим к пошиву этой игрушки, я приглашаю вас на мой мастер-класс по пошиву единорожки в комбинезоне. Что же будет в этом видео мастер-классе? Вы получите два видео урока, в которых мы сошьем в первом уроке полностью игрушку, а во втором уроке мы будем шить для нее комбинезон по выкройке, которую я строила именно под эту игрушку. Как вы видите, единорог будет в съемной одежде и у нее будет два комплекта. Один комбинезон и юбочка туту. Юбку делать совершенно не сложно, но во втором видео уроке я в любом случае вам покажу, как делать такую юбку. Мастер-класс платный и для того, чтобы его заказать, вам нужно со мной связаться. Я в описании под этим видео оставлю все свои координаты для связи и все ссылочки, поэтому вы без труда меня найдете и сможете приобрести этот видео мастер-класс. И прежде чем мы приступим с шить этого зачика, я напоминаю вам, что для того, чтобы получать уведомления о новых видео, вам нужно подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Затем поставить галочку и сохраниться. После этого вы будете получать уведомления обо всех событиях, которые будут происходить на моем канале. И, конечно же, я буду рада, если вам мои видео настолько понравятся, что вы захотите разместить их в своих любимых социальных сетях. Ну что ж, давайте приступим. Для работы нам понадобится выкройка. Ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. Я вам оставлю оригинальную выкройку, где ручки наискосок срезаны. Я же ручки закруглила. Ткани, как обычно, я буду использовать американского производителя. По составу они стопроцентный хлопок. И для начала нам нужно подготовить все детали к вшиванию. Самая простая деталь в этой игрушке – это рука. У меня в районе плеча она закруглена, потому что я хочу их крепить пуговичками. В оригинальной выкройке там наискосок срезана. Это означает, что рука вшивается в боковой шов туловища. Лично мне больше нравится пуговичное крепление. Именно поэтому я и закруглила выкройку. В общем, переносим два раза ручку на ткань. Следите за тем, чтобы направление нитей ткани на обеих руках было одинаковое. Иначе руки получатся разной длины и толщины. Далее складываем ткань вдвое, лицевой стороной вовнутрь. Скалываем булавочками и пока откладываем в сторону. То же самое делаем с деталями ушек. Я их буду делать одноцветными. В смысле из цветной ткани можно сделать с одной стороны телесную, с другой стороны цветную. Это уже на ваше усмотрение. Я же буду делать полностью цветные, поэтому дважды переношу контуры ушка на ткань. Складываю пополам, фиксирую булавками, вырезаю и откладываю в сторону. Далее нам нужно вырезать два прямоугольника из цветной ткани для туловища. Смотрите, размер прямоугольника должен быть с учетом припусков. То есть вот эта вот линия, которая на ножках, это шов, где будут соединяться телесная ткань и цветная. А значит, что от этой линии еще полсантиметра и по сторонам вот по сантиметру нужно хотя бы. Таких прямоугольников нам нужно две штуки. Второй я вырезаю по контурам первого прямоугольника. Точно так же из телесной ткани нам нужно вырезать два прямоугольника для нижней части игрушки. Точно так же, как и с голубыми мы поступали, нам нужно отмерить прямоугольники таким образом, чтобы со всех сторон были припуски на сшивание. Вырезаем полоску ткани, делим ее пополам и пока что тоже откладываем в сторону. Далее выкраиваем две детали головы. Обратите внимание, что детали должны быть в зеркальном отображении. Как вы видите, я сначала дважды перенесла голову в одном направлении и поняла, что это неправильно. В общем, будьте внимательны. В зеркальном отображении две детали головы переносите таким образом, чтобы у вас было расстояние на припуски для вырезания. Вырезаем голову по контуру, оставляя припуски на сшивание 5-7 мм. Кому как удобно. Желательно на обеих деталях делать эти припуски одинаковыми. И если вы не можете вырезать на глаз ровно, то возьмите себе, нарисуйте дополнительную линию, по которой нужно будет вырезать. Ухо этой игрушки мы будем вшивать в выточку, поэтому нам ее нужно подготовить. То есть вырезать лишнюю ткань, оставив припуск на сшивание. Теперь нужно сшить все детали. Сшиваем телесную цветную ткань для туловища. Прошиваем по контуру ручки. И прошиваем по контуру ушки. Шить нужно мелким стежком, неважно на руках или на машине. На моей машинке в настройках стоит 1,1 мм. Детали рук и ушей я уже вырезала ножничками зигзаг. И продолжаем работать с ушками. Нам их нужно вшить в выточку на голове, поэтому выворачиваем на лицевую сторону. Очень слегка наполняем наполнителем. Я использую синтепух. И фиксируем ушко в выточку на голове. Здесь будьте внимательны. Выкройка ушка под углом срезана. И это значит, что также под углом ее нужно вставить в выточку. То есть совместить линию. Но в какую сторону будет повернуто ухо, здесь, чтобы вы не ошиблись, возьмите, приметайте ухо сначала в нужное место. Выверните на лицевую сторону и убедитесь, что оно у вас расположено так, как надо. Дальше переносим выкройку туловища на ткань, совмещаем линию на выкройке со швом на ткани, обводим по контуру, складываем два слоя ткани лицом к лицу и фиксируем булавочками. Прошиваем по контуру, оставляя отверстие в шее. Дальше закрываем выточку на голове вместе с ушком. Посмотрите, как у меня вложены ушки и как они должны торчать на лицевой стороне. Вырезаем по контуру туловище после того, как мы сшили и продолжаем работать с головой. Срезаем все лишнее с припусков на выточке. Теперь соединяем детали головы лицом к лицу, таким образом, чтобы линия сшивания, контуры совпали и совместился шов. Обратите внимание на уши, если они у вас правильно пришиты, то они будут в данный момент мешать. То есть, при неправильной раскладке ушей мешать они не будут. Фиксируем обе детали между собой, как вам удобно. Можно булавками закрепить, как это делаю я, а можно сметать по контуру. Дальше мы должны прошить эту деталь на швейной машинке, либо руками, оставив внизу, в районе шеи, отверстие для выворачивания. Срезаем лишнюю ткань с припусков на голове и теперь все детали нам нужно вывернуть на лицевую сторону. Для маленьких неудобных деталей используем трубочку и палочку. И, конечно же, наши детали нужно хорошенечко наполнить. Голову нужно наполнять туго, а туловище можно немножко помягче. Но учтите, тело не должно быть рыхлым, чтобы после пришивания голова не наклонялась никуда. Вот такой красотун у нас уже с вами получается. Теперь нам нужно зашить отверстие на руках. Для этого мы будем использовать потеной шов. Если вы не знаете, как он выполняется, то переходите по ссылке из описания, либо же вот здесь в подсказках сейчас появится, на мой ролик, где я показываю потайной шов. Ну что ж, ручки готовы. Теперь нам нужно пришить голову к туловищу. Для начала нужно зашить отверстие на голове. Сделать это можно любым удобным способом. Нам здесь важно, чтобы было прочно. Я прошиваю это отверстие вот таким обычным способом через край, грубо, но в несколько проходов. Дальше подворачиваем припуски на шее, фиксирую булавочками и фиксирую булавками туловище к голове. Далее соединяем голову и туловище при помощи потайного шва. Лапы пришиваются при помощи пуговичного крепления. Посмотрите на картинку для тех, кто не знает, как это выполняется. И я думаю, что она вам поможет разобраться. Если руки набить не очень плотно, то их можно даже вот так завязывать на узел. Теперь исчезающим маркером нам нужно нарисовать контуры мордочки, которые мы будем раскрашивать и вышивать. Я решила, что глазки мелковаты получаются, поэтому взяла пуговицы нужного диаметра, зафиксировала их булавками на голове и обвела все тем же исчезающим маркером. Итак, вышиваем носик параллельными стежками. Я использую нитку мулине, то ли в две, то ли в три нити. Я уже, честно говоря, не помню. Скорее всего, в три. Обязательно придерживайте ниточку пальцем, когда вы вытаскиваете иголку, потому что иначе она может так лихо путаться. Чтобы носик был аккуратненьким, кладем стежки параллельно друг другу, ровненько раскладывая ниточки. И продолжаем вышивать все пространство, которое вы для себя обозначили. Когда пришло время положить последний стежок внизу, то мы выводим иголочку в серединку вот этой носогубной складочки. То есть, мы сразу переходим к вышиванию ротика. Здесь я буду использовать шов назад иголка. Сначала шьем от центра в одну сторону, затем точно так же от центра в другую сторону. Последний стежок и снова мы иголочку выводим в центр. Дальше кладем ниточку строго по шву и для объема снова вышиваем носик. Но стежки теперь мы накладываем не горизонтально, а вертикально. Кончик ниточки мы прячем внутрь головы и обрезаем близко к ткани. Раскрашиваю глаза акриловым контуром по ткани. Можно использовать просто акриловую черную краску. Часто спрашивают меня про краску, можно ли чем-то заменить. Нет, заменить ничем нельзя, только акриловая краска. Ждем полного высыхания черной краски и белой краской ставим блики. Аккуратненько завязываем ленточку на шее и все, наш датчик готов. Надеюсь, что вам мастер-класс по созданию этой игрушки понравился. Вы не забудете поставить лайк под этим видео, поделиться им с друзьями в своих социальных сетях. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Нажимайте на красную кнопку подписаться. Дальше нажимайте на колокольчик и ставьте галочку. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам красивых зайчиков, теплой погоды, улыбок на лицах. Всех обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok